Волгоградские профсоюзы и политические партии вышли на первомайскую демонстрацию. В день весны и труда 20 тысяч человек приняли участие в шествии от площади Ленина до площади Павших Борцов, где состоялся праздничный митинг. Всего по области в первомайских демонстрациях, прошедших в этом году под лозунгом «За строительство справедливости», приняло участие 70 тысяч человек. Самые массовые первомайские мероприятия, организованные Волгоградским областным советом профсоюзов, не считая областного центра, прошли в Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, Калачи-на-Дону и Ленинске. В Волгограде возглавляли колонну с представителями отраслевых профсоюзов железнодорожного транспорта, химической и нефтяной промышленности, народного образования и науки, металлургии, текстильной и легкой промышленности, жизнеобеспечения, дорожного хозяйства, сельскохозяйственного машиностроения и здравоохранения, представители городской и областной властей, губернатор региона Сергей Баженов, глава Волгограда Валерий Васильков, а также вице-губернаторы и вице-мэры. Колонну трудящихся замыкали региональные отделения политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Патриоты России», «Яблоко» и «Союз поколений». Коммунисты, отдавая дань многолетней традиции, и на демонстрации придерживались левого фланга. Они шли отдельной колонной по левой стороне проспекта Ленина параллельно с единороссами. Сегодня 1 мая традиционный международный день солидарности трудящихся. Мы партия рабочих, мы партия, которая борется за права рабочих и трудящихся всех. Поэтому мы традиционно выходим на это мероприятие, проводим митинг, ведем свои колонны. 1 мая – это тот день, когда объединяются не только все партии, в принципе, да, но одни просто рассказывают о том, что как бы все плохо, а мы еще и предлагаем, что надо сделать для того, чтобы это плохо стало лучше. Партия «Справедливая Россия» продолжает традиции наших предков, наших дедов, отцов. Мы продолжаем. Сегодня под бум барабанов мы шли колонны и говорили, что справедливая ЖКХ, справедливая пенсия – все за справедливость. Я поздравляю всем с этих праздников, желаю благополучия, удачи и счастья, и чтобы здоровье всегда было с нами. ЛДПР сегодня пришло на этот митинг для того, чтобы действительно поддержать наших трудящихся, заявить о том, что сегодня мы солидарны со всеми, кто так или иначе разделяет интересы нашего простого русского народа. Для меня сегодня замечательный праздник – 1 мая. Я поддерживаю своих соратников из «Единой России». Это мои коллеги, также состоящие в этой партии и работающие в Технологическом колледже. Это праздник, и я счастлива, что я здесь. По итогам первомайского митинга его участники приняли коллективную резолюцию. В нее, в числе прочих, вошли требования установить минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума, а зарплату бюджетников – на уровне средней по экономике, усилить ответственность бизнеса за обеспечение безопасных условий труда, обеспечить эффективную занятость и восстановить обязательное страхование от безработицы. Профсоюзу потребовали также обеспечить доступность бесплатного образования и здравоохранения, вернуть оздоровление трудящихся и детский отдых в систему социального страхования, взять под государственный контроль регулирование цены тарифов. Не обошлось на первомайской демонстрации без столкновений с силовиками. Активисты Волгоградского регионального отделения Лиги избирателей и незарегистрированные партии дела были задержаны за экстремистские лозунги. Подошли люди, представители общественной организации Лиги избирателей, которые хотели пойти с нами в колонии. У них были определенные лозунги. Также еще подошли к нам представители другой общественной организации с лозунгами АВТО. Как бы власть сочла эти лозунги экстремистскими, сказали, что с этими лозунгами идти нельзя. Задержали этих людей. Вот сейчас наш юрист там разбирается, потому что на самом деле не объясняет ни причину задержания, не объясняет вообще, с чем связано. Кто запретил эти лозунги, где написано, что они экстремистские. Мы имеем право высказать на празднике 1 мая то, о чем мы думаем. Мы думаем о том, что вступление в АВТО на самом деле это для России на данный момент не благо, а вред. И поэтому, если мы вышли с этими лозунгами, то я и не думаю, что власть должна была нас задерживать. На момент монтажа сюжета Галина Болдырева сообщила корреспонденту ВДТВ, что задержанными остаются двое – Левтина Дюпри и Мария Туровец. Якобы оказавшие сопротивление сотрудникам полиции четверо активистов партии дела отпущены.